Алкоголь — это арабское слово, которое обозначает душа вина. Ну, как многие слова, начинающиеся на ал, алгебра или алмаз — это слово арабского происхождения. И впервые это вещество выделили арабские алхимики примерно в IX веке нашей эры. В Европе монахи научились выделять несколько позже эту субстанцию, но все равно, собственно, рано или поздно те, кто интересуется химией и взаимным превращением веществ, до этой молекулы бы добрались. Алкоголь — это вещество, не являющееся медиатором, но, тем не менее, очень мощно воздействующее на работу нервных клеток. Связано это с его свойствами, прямо скажем, необычными, потому что большинство молекул либо хорошо растворимы в воде, либо хорошо растворимы в жирах. Ну и тогда они находятся у нас в клетках в цитоплазме, в межклеточной среде или, например, встроены в клеточные мембраны. Вот клеточные мембраны, там два слоя липидов и жирорастворимые молекулы, там какой-нибудь холестерин, они обычно там находятся. Алкоголь прекрасно растворяется и в воде, и в жирах, поэтому в нашем организме для него практически нет преград. Вот эта вот молекула CH3CH2OH, ну или C2H5OH, это, собственно, одно и то же, для нее нет препятствий в нашем теле и, соответственно, она проникает куда угодно, в том числе и в мозг. Ну, дело еще в том, что алкоголь не совсем чужеродная молекула для нашего организма. То есть, небольшое количество алкоголя постоянно образуется в наших клетках просто во время распада глюкозы. Ну и, соответственно, в плазме крови у абсолютно не пьющего человека можно зарегистрировать до 0,01% алкоголя. Ну, соответственно, обычно алкоголь меряют не в процентах, а в промилле. Промилле это в 10 раз меньше, чем процент. Ну, соответственно, 0,01% это будет 0,01 промилле. Это величина, которая законодательством многих стран как бы допускается к нахождению, ну, в плазме крови, ну, например, там, водителя транспортного средства. Вот поэтому, в принципе, в принципе, алкоголь для нашего организма молекула не чужая, поэтому для его распада, деградации, усвоения, да, существуют специальные ферменты, которые, собственно, и защищают человека в тот момент, когда он уже принимает алкоголь, ну, там, не знаю, веселье ради или, там, для согрева или еще там для чего-то. Собственно, так получается, что в истории человечества алкоголь играет достаточно значимую роль и является очень распространенным психоактивным препаратом, по сути дела разрешенным наркотиком. И во многих социумах алкоголь продается, ну, если не свободно, то почти свободно. И, там, когда человек достиг некого возраста, пусть это, там, 18 лет, 20 или, там, 25, он дальше имеет полный доступ к этому наркотику, ну, и на самом деле, конечно, ничего хорошего в этом нет. То есть, еще раз повторяю, что, хотя алкоголь это не медиатор, тем не менее, он очень мощно влияет на работу всех нервных клеток. И сейчас мы знаем, что, во-первых, он встраивается в мембрану нейронов и изменяет функционирование многих рецепторов и ионных каналов. Ну, и, во-вторых, он способен напрямую воздействовать на некоторые рецепторы, например, на рецепторы гамма-аминомасляной кислоты, то есть нашего главного тормозного медиатора. Ну, давайте попробуем представить эффекты, скажем так, нарастающей дозы алкоголя с точки зрения работы нервных клеток. Я сейчас опишу некую такую типовую картину, которая в среднем характерна для человеческого мозга, хотя у каждого конкретного человека может быть несколько другая динамика, но возьмем сначала вот такой средний случай. Так называемая небольшая доза алкоголя, это до 10-20 граммов спиртового эквивалента, прежде всего влияет на дофаминовые нейроны. Ну, так случилось, что вот мембрана дофаминовых нейронов, дофаминовые рецепторы, они наиболее чувствительны к проникновению алкоголя, и, соответственно, небольшая доза алкоголя, она вызывает дофаминовую активацию. Ну, а дофамин — это медиатор, который во многом отвечает за двигательную активность, за положительные эмоции, и поэтому у многих людей небольшая доза алкоголя, которая еще не вызывает двигательных нарушений, нарушений мышления, вот, эта небольшая доза алкоголя вызывает активирующий эффект. Ну, так сказать, подъем настроения, снятие утомления, ну, вот какое-то такое вот стимулирующее, психостимулирующее, по сути, действие. Вот. Ну, и вот тут бы остановиться, но, собственно, когда человек начал принимать алкоголь, он на этой малой дозе, как правило, не задерживается. Вот. Ну, и, соответственно, дальше, так называемая средняя доза алкоголя — это где-то от 20 до 60, даже до 80 иногда оценивают, грамма спиртового эквивалента. Вот при такой дозе, при такой дозе уже начинает очень мощно реагировать система ГАМК — гамма-аминомасляной кислоты. И происходит в дополнении к небольшой активации дофаминовой системы нарастающая активация системы ГАМК. Ну, а ГАМК — гамма-аминомасляная кислота — это главный тормозный медиатор. Ну, и, соответственно, начинается подтормаживающее действие алкоголя на мозг. Ну, и это действие называют еще депрессантным действием. То есть такое успокаивающее антистрессорное действие. И многие люди, которые выпивают, и особенно регулярно выпивают, они вам скажут, что мы пьем для того, чтобы снять стресс. Вот там тяжелая работа, там каждый день сложно общаться с начальниками, с подчиненными, там люди за окном все время стоят, что-то от нас хотят. Вот это вот снятие стресса — это самая распространенная причина использования алкоголя, по крайней мере, когда люди отчитываются об этом. Ну, и дальше, собственно, есть понятие большой дозы алкоголя, когда мы переходим уже за 60, 80, 100 граммов спиртового эквивалента. Ну, можете пересчитать это, например, на водку. То есть, соответственно, 100 грамм спиртового эквивалента — это будет полбутылки водки, да, то есть 250 примерно граммов. Вот. В этот момент начинают страдать уже все медиаторные системы, и здесь все происходит очень по-разному, потому что все-таки мозг у нас индивидуален, вот, и кто-то в этот момент может стать очень агрессивным, кто-то, наоборот, там ударится в какой-то там плач и депрессию, кто-то там станет очень сексуально озабоченным, ну, в общем, очень по-разному это происходит. Вот. И, так сказать, порой говорят, что вот пьяный ты человек, вот он напился, и вот-то тут его сущности проявляются. Ну, на самом деле, какая это сущность? Это, на самом деле, сбой мозга под влиянием вот такой мощной дозы психотропного препарата. Ну, соответственно, если человек использует это вещество часто и регулярно, да, то есть несколько раз в неделю, да, еще и, ну, как минимум в средних дозах, то системы, медиаторные системы, синапсы начинают реагировать на вот эту регулярную активацию, ну, прежде всего, дофамина, на регулярную активацию гамм, и начинает развиваться привыкание и зависимость. Как правило, поначалу развиваются изменения именно в дофаминовой системе, ну, и, соответственно, они развиваются по такому же типу, как идет привыкание в случае, скажем, психомоторных стимуляторов, ну, каких-нибудь амфетаминов, ну, не так резко, все-таки алкоголь, слава богу, не амфетамин, но, тем не менее, изменения, конечно, заметны, их можно зафиксировать, вот, и они, конечно, меняют поведение человека, потому что получается, что если вы с утра не употребили эту дозу алкоголя, то ваши дофаминовые нейроны, так сказать, плохо заводятся, да, и, соответственно, вы находитесь в таком пониженном эмоциональном статусе, ну, и, как бы, вялость какая-то такая, и, соответственно, такие люди выпивают для того, чтобы взбодриться, вот, ну, и это, собственно, уже начало алкоголизма. И есть понятие алкоголизма по дофаминовому типу, то есть, такой человек пьет с утра, да, причем что-то такое заведомо крепкое, чтобы вбросить в организм алкоголь, ну, и, соответственно, чтобы, так сказать, дофаминовая система нормально работала, и он воспринимал мир не через депрессивную, так сказать, призму, да, а так, типа, в кавычках, нормально. Второй уровень — это алкоголизм и зависимость по гаммк типу. Вот в этом случае, а для этого нужно еще больше постараться, как правило, уже страдают гаммковые нейроны и гаммковые синапсы, и если человек недополучает алкоголь, то тогда система гамма-аминомасляной кислоты работает слабее, чем нужно. А гамма-аминомасляная кислота — главный тормозный медиатор, если вы сбили активность этой системы, то система глутамата, главного возбуждающего медиатора, потянет одеяло на себя, и в мозге начнется глобальный такой перекос в сторону избыточной активности, и это проявится и в том, что движения станут неточными, и эмоции какие-то не очень адекватные, и мыслительные процессы уже сложно будет контролировать, они начнут скакать с предмета на предмет, и уровень внимания, например, будет падать. Ну и, соответственно, алкоголизм по гамм-типу развивается как нарушение системы торможения. Если человек попытается резко прекратить прием алкоголя, то проявится то, что называется абстинентный синдром. Ну и при алкоголизме по дофаминовому типу этот абстинентный синдром будет выглядеть как вялость и депрессия, а при алкоголизме по гамм-типу абстинентный синдром будет выглядеть как гиперактивация, доходящая до галлюцинации. И вот то, что называют белой горячкой, это галлюцинации не на фоне больших доз алкоголя, наоборот, это галлюцинации, возникающие на фоне абстинентного синдрома у человека, который зависим по гамм-типу, ну и почему-то уже там, скажем, третий день не пьет. Вот в этот момент действительно возникают очень характерные галлюцинаторные введения. В основном маленькие неприятные животные, которые ползают по вашему телу, по столу, общаются с вами. Это могут быть маленькие черти, инопланетяне, крокодильчики, ну в общем куча всякой неприятной такой живности. И это вот собственно и названо в свое время было белой горячкой. Красная горячка – это горячка, которая возникает на фоне инфекционного заболевания, а белая горячка – это вот на фоне, соответственно, алкогольного абстинентного синдрома. Вылезти из алкогольной зависимости весьма и весьма сложно, но и дело усугубляется тем, что, как правило, мозг алкоголика, ну вообще его организм, ну и мозг в частности, оказывается очень сильно поврежден. То есть мы говорим, что мозг алкоголика выглядит еще хуже, чем его печень. Потому что на самом деле С2H5OH вовсе не безобидная молекула. В больших дозах, когда она распадается, возникает целый ряд неприятных токсичных веществ. И вот эти вещества повреждают весь организм и в том числе нервные клетки, как самую, так сказать, чувствительную систему нашего тела. Ну, собственно, как я уже сказал, алкоголь для нас не совсем чуждая молекула, поэтому действительно существуют системы фермента декрадации. Значит, сначала работает так называемая алкоголь-дегидрогеназа, которая превращает алкоголь в ацетальдегид. И в этот момент, собственно, эффект алкоголя уходит, но появляется вот эта молекула ацетальдегида, и она токсична. И эффекты похмелья, они связаны как раз с отравлением ацетальдегидом. Поэтому очень важно, чтобы сработал второй фермент. Он называется ацетальдегид-дегидрогеназа, и, соответственно, этот фермент уже превращает ацетальдегид в уксусную кислоту или в какие-то более безобидные молекулы. Ну и, собственно, вот это основная цепочка. Алкоголь, ацетальдегид и дальше распад ацетальдегида. Ну и выходит, что в зависимости от того, как у человека генетически установлены эти ферменты, насколько активно у него ацетальдегид-дегидрогеназа, алкоголь-дегидрогеназа, вот от этого зависит индивидуальная реакция человека на алкоголь. Скажем, если у вас прекрасно работают оба фермента, то вы можете вообще почти не пьянеть, и у вас почти не будет похмельного синдрома. Есть такие люди, которые способны выпить много алкоголя и как новые. У них вот такие ферментные системы. Ну, радоваться не стоит, как правило, с возрастом это проходит, поэтому если вас пока не берет, то в какой-то момент все равно возьмет. Наиболее типичный вариант, когда алкоголь-дегидрогеназа, алкоголь-дегидрогеназа работает активно, а ацетальдегид-дегидрогеназа, ну так себе. Тогда человек пьет, накапливается ацетальдегид и начинает нарастать вот это отравление и эффект похмелья. Если ацетальдегид-дегидрогеназа работает совсем плохо, похмелье начинается прямо сразу, даже с самой маленькой дозой, и такие люди убежденные трезвенники, потому что у них от микродозы алкоголя тут же начинает болеть голова, ну и как можно пить, если сразу начинается отравление. Ну и кстати, вот этот эффект используется в некоторых вариантах лечения алкоголизма, потому что существуют блокаторы ацетальдегид-дегидрогеназы и, соответственно, вещества вроде тетурама, они выключают этот фермент и даже минимальная доза алкоголя может человека привести в очень плохое состояние, необходима скорая помощь. Ну, соответственно, вот так пугают алкоголиков для того, чтобы остановить этот самый прием алкоголя. На самом деле, самый опасный вариант, это когда плохо работает алкоголь-дегидрогеназа. Тогда человек пьянеет и получает массу положительных эмоций даже от небольшой дозы алкоголя. Казалось бы, что в этом плохого? Но оказывается, именно в этой ситуации легче всего возникает привыкание и зависимость, особенно по дофаминовому типу. И люди, которые легко пьянеют, они, соответственно, находятся в зоне риска, вот, и им к приему алкоголя нужно относиться с особой осторожностью. Ну и вообще нужно помнить, что несмотря на то, что алкоголь очень доступен, это опасный наркотикоподобный препарат, который может сломать и жизнь вашу, и жизнь ваших близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова